Добрый вечер, дорогие друзья! Поговорим сегодня с вами на этом закате, американском закате, о американской жизни, об эмиграции, о том, что же такое Америка без прикрас, Америка негативная, а не позитивная, которую вы видите в голливудских фильмах, такого хватает. Впрочем, даже если внимательно смотреть голливудские фильмы, то и там проскакивает настоящая Америка. Например, фильм «Полуношный ковбой» – совершенно прекрасный образец такого киноправдивого, такого реализма американского, который, в общем, не очень популярен, естественно, потому что там нет никакой романтики. Есть, конечно, романтика, но другого характера, бомжатская романтика, потому что два этих героя – это люди, выброшенные уже за борт, собственно говоря, социума. Это асоциальные элементы, живущие между молотом и наковальней, что называется, да, то есть люди за гранью, за ребром, за всеми делами, выброшенные на помойку. Поэтому, конечно же, наблюдая их метание по городу Нью-Йорку, отечественный российский зритель, скорее всего, обращает внимание более всего на красоты самого города, но не на этих персонажей, потому что они в этих чудесных декорациях кажутся им, ну, какими-то там фриками, такими нетипичными, может быть, для Америки, потому что Америка – это все-таки страна американской мечты, и кажется, что вот этот самый персонаж из глубинки, этот жигало, неудавшийся, этот самый полуношный ковбой, ну, он просто вот такой вот кретин, а в принципе он бы мог встроиться в систему и как бы добиться того, чего он хочет, ну, миллионером, конечно, не стать, но хотя бы как бы поселиться в городе Нью-Йорк в приличной квартире и есть хлеб с маслом и икрой. На самом деле, конечно же, это чушь собачья, на самом деле эти герои типичные, что этот чистильщик, ботинок бывший, что как бы этот жигало и вообще масса прочих других несчастных, бедных, убитых людей, как бы, которые ходят по улицам Америки, которые составляют огромный процент американского общества, есть целые города бомжей, представьте себе, целые города бомжей, в которых живут только бомжи. Это, как правило, шахтерские города, представьте себе, не только в России, но и в Америке шахтерские города – это, в общем-то, города с очень низким достатком, потому что имеется в виду с закрытыми шахтами, где уже нет никакой добычи полезных ископаемых, и всё заброшено. Однако люди по инерции всё ещё продолжают там жить, получают ли они социальную помощь, как правило, нет. Или эта социальная помощь очень низкая, вообще всё зависит от штата. Возникают, конечно, резонные вопросы, что они там делают, почему они, например, не упакуют свой жалкий картонный чемодан, они боятся ловить, так сказать, удачу за хвост в какой-то более крупный город там и так далее. Но не все люди так мобильны, не все люди вообще так смелы, чтобы покинуть свои родные кости и поехать куда-то к чёрту на рога. Иммигрировать из одной страны в другую – это даже не поехать из одного города в другой. На самом деле очень много американцев, которые никогда в Нью-Йорке не были. Это люди, которые всю жизнь прожили в провинции. Так же, как и много русских, которые никогда не выезжали за пределы своего маленького городишка, села, деревни. Когда не были в Москве, зачем? Ведь есть телевизор, и там всё показывают. Поэтому жизнь в Америке, в этом смысле, она ничем не отличается от жизни в России. Мало того, Америка – это такой, на самом деле, совок, большой совок. Это та же, как бы, неудавшаяся империя или провалившаяся империя. Она провалившаяся, она не настоящая. Она хоть и там визжит, и кричит, и бряцает оружием, и чего-то там угрожает какой-то Сирии. На самом деле, на самом деле, этот имидж международного жандарма, он тоже очень смешной, на самом деле. Все эти дроны, все эти высокие технологии и прочее. Это лишь потому, что, например, такой мега-колосс, как Китай, до сих пор, по какой-то странной причине, Америку воспринимает как муху, надоедливую, которая вьётся вокруг его головы и пытается иногда укусить. Но этот гигант, он когда-нибудь эту муху просто прихлопнет, вот и всё. То есть, ну, пока ему, ну, нет дела, он занят чем-то другим. Он, например, там, куёт железо, а эта муха вертится вокруг его головы. Ну, наступит время, когда либо муха просто упадёт на раскалённый металл и будет накрыта этим самым молотом, которым бьёт этот гигант, или просто этот гигант, сделав какое-то случайное движение, эту муху просто-таки раздавит. Именно случайно, а не специально. Вот. А муха-то, она в полной уверенности летает вокруг головы этого гиганта, думая, что она очень такая сильная. Мало того, она очень громко жужжит. Она жужжит так, что как бы весь мир просто затыкает уши. И кажется, что на самом деле действительно муха очень сильна. И что её жужжание, такое громогласное жужжание, это и есть признак силы. Вот. Ну, на самом деле, американское государство переживает свой упадок. Всё то, что в Америке было хорошего, оно закончилось 11 сентября, на самом деле. После 11 сентября очень много поменялось в худшую сторону. Прекратились дотации на искусство, прекратились многие социальные помощи. После катастрофы в Нью-Орлеане, связанном с этим ураганом, город до сих пор как бы в полуруинном состоянии. Представьте себе, это в так называемой самой богатой стране в мире. Да, этот город не восстановлен, он затоплен грязью, его никто не собирается вычищать. Люди как бы живут, ну, не в паласочных лагерях, конечно, до сих пор, но они расселены по каким-то не очень хорошим местам. Или вынуждены платить какие-то большие деньги. Им никто не помог. Государство официально не помогало в этой катастрофе. Напротив, тогдашние финансовые воротилы, они заявили, что это катастрофа, это то, что, собственно говоря, должно было произойти. То есть, если бы она не произошла, то ее надо было бы придумать, потому что она сыграла очень положительную для них роль. Она заставила, точнее, она дала возможность им отнять у бедных всякие общественные здания. То есть, создание школ, там каких-то общественных заведений, такого благотворительного характера. И, воспользовавшись этой катастрофой, объявить их закрытыми, что они там могут быть аварийными. То есть, та же самая фишка, что в Москве, когда застройщик объявляет что-то аварийным и так далее. То есть, ну, все те же самые бандитские схемы, которые по всему миру происходят. Да, и в России, и в Америке, они совершенно одинаковые. Капитализм – это, собственно говоря, бандитская структура. И поэтому играют здесь все по бандитским же правилам. Он может казаться чем-то, так сказать, когда ты не сталкиваешься с ним очень близко. Можешь где-то существовать в какой-то лакуне специальной. Тогда он, мне кажется, таким страшным. Ну, как только с тобой происходят какие-то неприятные вещи, тогда капитализм бьет тебя прямо по голове. Он отнимает у тебя буквально все до копейки. Ну, например, ну, смотрите, Майкла Мура, черт возьми. Ну, в общем, что я вам тут объясняю? Майкл Мур уже давно за меня все сказал в таких вещах. Ну, пусть будет еще одно мое свидетельство на самом деле. Ну, скажем так, очень многие американцы, они не имеют медицинской страховки, потому что за медицинскую страховку ты сам платишь. Естественно, ты же платишь как бы ежемесячно и так далее. То есть она накапливается. Никто тебе ее просто так не даст. А бесплатных больниц в Америке нет. Поэтому, если ты заболел, ты не имеешь медицинской страховки, ну, все как бы, это твой выбор, ты можешь умереть просто. То есть никто тебя спасать не будет, даже если ты придешь там с отрубленными руками и ногами. Если тебя привезут с отрубленными руками и ногами после автомобильной катастрофы, например, в какую-то больницу, а это могут сделать, то есть доставить тебя до этой больницы, потому что не знают, а вдруг ты состоятельный гражданин, имеешь медицинскую страховку. Так вот, если тебя туда привезли, и там медицинской страховки у тебя не обнаружено, то тебя просто вышвыривают за пределы этой больницы. То есть отвозят по месту жительства, а есть стебом, что отвозят на ближайшую автобусную остановку и сажают, соответственно, в кресло, чтобы ты ждал свой автобус в ад. Вот такие вот дела. Но это одна из таких прелестей. Второе, это, естественно, то, что все живут в кредит. Очень мало людей имеет свою собственность, это только богатые люди. Под собственностью недвижимости, я понимаю, естественно, дома, автомобили и прочее. А все остальное, все, что вы видите в кино, как такую чудесную американскую декорацию, это все в долг. Это все, на самом деле, принадлежит банкам. Это люди, имеющие работу, они, естественно, берут машины в лис, берут дома и квартиры, опять же, в лис, пытаются выплачивать или просто арендуют. То есть когда их выгоняют с работы, а это происходит довольно часто, на пенсии могут тебя просто так с почетом не выпроводить, а, например, лишив всего выгнать нахрен, несмотря на то, что ты там 40 лет проработал на какую-то корпорацию. Такое абсолютно нормально, это лотерея. То есть никто от этого не застрахован. Я видел людей, которые просто плакали как бы в три ручья, проработав там 40 лет где-то и думая, что они заработали себе все, но их выгоняли. Придумывали разные всякие отмазки, там, типа, неквалификация, еще там что-то, и вообще на плохое здоровье тоже служит, между прочим, основанием для того, чтобы тебя выгнать с работы. То есть если работодатель заподозрил, если ты пришел к врачу, у тебя есть медицинская страховка, она есть у тебя, потому что ты работаешь, ты приходишь к врачу и говоришь, там, у меня, например, там, болит голова. Тебе делают исследование, оказывается, что у тебя тумор в голове. И, значит, соответственно, врач тут же спешит сообщить работодателю о том, что его работник имеет тумор. Вместо того, чтобы работодатель посочувствовал тебе, он относится к тебе сразу же как к куску гнилого мяса, которое поскорее надо выбросить на помойку, лишив тебя всего. Тебя, значит, увольняют срочно, спешно, и автоматически, как бы, таким образом ты лишаешься этой самой медицинской страховки. Как только тебя уволили, так и твоя медицинская страховка кончилась. То есть, по сути, работодатель тебя может просто так вот взять и убить. Вот легко так выбросить на помойку, и всё, и конец тебе. Ничего дальше уже не будет. То есть, тоже вот американская реальность такая. Я слышал, что в России есть до сих пор еще бесплатные больницы, что меня поразило дико. А вот в Америке этого уже, ну, как бы нет давным-давно. То есть, когда-то это было, и всё теперь уже нет. Вот такие вот вещи. Ну, в общем, всё стоит очень дорого. Автомобили стоят очень дорого. Нормальные, хорошие, дорогие автомобили. Модных марок. И поэтому ты их просто так не купишь. То есть, надо очень много, очень много работать, чтобы такое накопить. И люди это не делают, они не копят. Они просто приходят в банк и, значит, оформляют вот этот лис. Ну, опять же, чтобы оформить его, нужны поручители. Тебе должна быть хорошая кредитная история. Кредитная хорошая история, она возникает тогда, когда ты часто что-то берешь в кредит. Ну, американцы как бы с юных лет это всё делают. То есть, они в кредит учатся, платят деньги за своё обучение, получая кредит такой студенческий. Потом они расплачиваются за этот кредит, где-то работая по специальности, если они получают эту работу. И, значит, одновременно начинают уже, так сказать, думать о том, как жить самостоятельно. То есть, им нужно снимать квартиру, нужно иметь машину, им нужно иметь одежду и всё такое. и прочее, всё, что нужно человеку. И у нас, соответственно, если ты хочешь иметь какой-то статус, ты должен ходить в определённые заведения и так далее. На всё на это нужны деньги. За всё за это ты платишь всё в кредит. То есть, ты набираешь, набираешь, набираешь долг. Огромный долг, который растёт как снежный ком. Потом в один прекрасный момент может наступить час икс, и тогда в этот час икс ты лишаешься всего и становишься просто отбросом общества. Тем самым полуношным ковбоем или чистильщиком ботинок. И всё, что тебя ждёт, это смерть где-нибудь по пути в Сан-Франциско, Калифорнию. Как случилось с этим чистильщиком несчастным. Вот такая вот история мрачной Америки и мрачного капитализма. Спасибо за внимание. Чао-чао. Продолжение следует...